Володя, вот, потому что поначалу мы не понимали, у нас такие разные люди, психофизика у нас разная, что у нас задоет, интересно получается, вот. Володя очень много раз перечитывал этот сценарий, когда я видел такого, честно говоря, и очень часто он приходил и был недоволен тем, что написано. Он говорит, мне кажется, это неправильно, потому что такая вот, Чип и Дэйл спешат на помощь, такая вот команда, вот они слишком правильные, что-то здесь не так. Пародюсеры и режиссеры немного нервничали, что я все это расскажу, а мне все это дико нравилось, потому что Вол вытаскивал какой-то такой конфликт, который есть и в нем, и в самом, и он этого вытаскивал. Я дико благодарен его за это, потому что, мне кажется, и отчасти благодаря этому получился наш с ним дуэт. Спасибо. Я попробую немножечко ответить на ваш вопрос по поводу подготовки Павла Деревянга. Вы знаете, должен вам сказать, я немножко его прорекламирую. Вы видели его раздетым? А я видел, мы с ним в одной гримёрке гримируемся. Так вот, он Аполлон. Правда, я такой немножко такой, я такой немного пельменей. А он спортивный человек, он ходит в зал, у него лучший там тренер какой-то, чемпион, суперчемпион. Это самый спортивный парень, который только есть. Ну, просто такой компактный, но физически очень крепкий, здоровый, и любого здесь, в общем, завяжут в узел. Зубавец, ему готовиться не надо, это мне нужно готовиться, безусловно. Насчёт полёта в космос я тоже по слову скажу. Мы вообще ведём работу по запуску одного из членов нашей следующей группы в космос. С космосом ведём переговоры с Игорем Комаровым, которые очень нам много помогали, мы были вместе рука об руку. Этот человек, и он готов, и он это сделает как раз у него и со здоровьем, и с желанием полететь, всё в порядке. Это наш режиссёр, Клим Шипенко. Да. Я каждый раз напоминаю. Да, нам сначала искали 70 миллионов долларов. Мы подорговались, пока спустились до 20, но говорим, нет, ну мы должны всё-таки сделать это бесплатно. Они говорят, только люди 10 лет ждут, вот это ряд космонавтов. Мы говорим, ну есть же туристы, есть уважаемые люди. В конце концов, ну мы же уже друзья практически. Мы в России. В общем, вопрос в стане проработки, мы пока от него не отступаемся. Вчера я тоже побеседовал на эту тему в очередной раз с Комаровым. В общем, Клим готов, хоть завтра. Да, я могу подтвердить, мы летали уже на этом Ил-76, испытывали невесомость. Ну и нас зачем-то спал. Посвящали в космонавты. Посвящали такое посвящение в космонавты. Привезли, проверили пульс, сказали, вы готовы. Как по вкусу можно определить, что ты космонавт? И всё. Ну и мы полетели. Ну там же вот 10 раз, с большой скоростью падает, и 40 секунд невесомости. Ну я начну, ребята поддержат. Ну в общем, ну разве на третьем стало плохо? Сильно. Я понял, что пульс не очень хороший. И остановиться нельзя и выйти. Сказать, стоп, ребята, подождите, я сейчас немножечко подожду где-то снаружи. Нужно 10 раз. Ну я думал, что я умру. И в перерывах между тем, когда я думал, что умру вот-вот сейчас, или сейчас, через пару минут, я поглядывал вперёд, и в этот момент видел, как инструкторы Клима Шипенко и так крутят его, и так. И с этого со стороны одной стороны самолёта в другую швыряют. Никого нет, все уже лежат, всем плохо. Один Клим только, и так его, и так его покрутят. И я понял, что вот он реально может сейчас лететь в космос, прям хоть навсегда, ему ничего не будет. Не, я просто в этом смысле, конечно, веселился немножко, но мне было так неудобно, что я, ребят, затащил вот этот самолёт, и им стало плохо, а мне хоть бы хны. Я думал, ну хоть бы было бы наоборот, ну, я бы был готов к этому, но так не работает, к сожалению. Поэтому да, ну, инструкторы в шоке. Это эти будут играть космонавтов? Они вообще, ну, когда я выходил из самолёта, Один, а нам, знаете, подарили ребята местный комбинезон мне, ну, типа, ну, такой а-ля космический. И этот, ну, такой, мне этот инструктор говорит, комбинезон отдай. Они говорят, да ладно, мы им дарим, дарим. Да пусть отдаст, дарится. И знаешь, такой, чуть не пнул меня, уходя. Ну, возникает резонный вопрос. Космические герои, космические герои, но есть в кино герои, которым пришлось отживать и космос, и землю. Александр Самойленко. Итак, Саша, как это происходило? Что? Потому что надо было и понимать на площадке, так сказать, суметь сыграть и космос, и землю. Что это была за работа? Вот, 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 очень похоже на то, что было на экране. Знаете, у меня, я очень подлушный артист. Я делал то, что мне говорил режиссёр. Вот, поэтому было тяжело, конечно, выполнять его задачи, потому что режиссёр очень хороший и большой профессионист. Было очень много дублей. Вот это я помню точно. Каждый кадр, это было от 15 до 25 дублей. И вот где-то на 24-й, хотя Клим никогда не говорит хорошо, я понимал, что более-менее его устраивает. Вот такая у меня тяжёлая работа была. Насколько сложно вот это вот самому воспринимать? И ведь надо же в кадре совместить и то, что происходит там, и то, что происходит здесь. Был ли опыт общения с реальными руководителями полётов, кроме Виктора Дмитриевича Благова, который, собственно говоря, был рядом с нами на эфире у Малахова? Ну, к сожалению, я очень хотел встретиться с Валерием Рюмином, ну, прототип которого я пытался сделать. Ну, не получилось, потому что он, мне сказать, что он болен, и с ним тяжело встретиться. Но я посмотрел очень много видео с его участием, и оказалось, что я даже немножко на него похож. Но это не из-за этого меня взяли на роль. Правильно, Сергей Михайлович? Да, я очень хотел, чтобы эту роль собрала Малинка. Спасибо. Вот, конечно, не из-за этого, если бы можно было по принципу похожести решать все наши вопросы, то у нас не было бы вопросов никаких. А при наличии пластического грима вообще никаких. Мы же его не использовали, потому что сейчас нет проблем сделать человека идеально похожим на прототип. Ну, это же, ну, зачем? Не имеет существенного значения. А хотите, я задав один вопрос при вас, Александр?